Они находчивы и общительны, смелы и осторожны, памятливы и сообразительны. Их стихия – городские кварталы и сельские улицы. Но живя тысячи лет возле человека, воробьи остаются дикими и недоверчивыми птицами. В средней полосе России обитает два вида – домовый и полевой. Домовый немного крупнее своего собрата. Однако размеры сильно перекрываются, и крупный полевой может быть больше мелкого домового. Отличить этих птиц можно по шапочке. У полевого она ярко-коричневая, у домового намного светлее. Самец и самка полевого – настоящие близнецы. Зато у домового воробья хорошо выражен половой деформизм. Самец отличается от самки наличием черных пятен возле глаз и на груди, серым верхом головы, а также более яркой окраской спины, напоминающей спину полевого воробья. Оба вида любят жить в городе. Здесь они нашли все, что нужно – открытые площадки для поиска пищи, а также деревья и здания для устройства гнезд. Домовые в основном селятся ближе к центру, полевые – на окраинах. Именно поэтому домовые начинают гнездиться на неделю раньше полевых. Домовый вид предпочитает гнездиться под подоконниками или в различных щелях на балконах. Полевые в дуплах, щелях стен, под крышей, искусственных дуплянках. Встречаются колонии также в щелях скал, норах, вырытых другими птицами, в стенках гнезд крупных пернатых. Полевые чаще гнездятся на высоте от 1,5 до 5-6 метров. Домовые предпочитают высоту от 3 до 9-10 метров. Чем выше гнездо расположено, тем оно лучше защищено от наземных хищников. Но кормить птенцов на большой высоте неудобно, так как далеко летать за кормом, и на это тратится много энергии. Самец охраняет не обширную территорию вокруг гнезда, а только гнездо. Поэтому воробьи могут гнездиться плотными колониями. Особенно это наблюдается, когда они селятся под шиферными крышами. Там могут обитать совместно оба вида. Чем более плотная колония, тем больше риск, что соседи заберутся в чужое гнездо и выбросят яйца. Приступают к размножению рано, когда температура в светлое время в течение недели повышается до плюс 6 градусов. При этом отрицательная ночная температура их не пугает. Гнездо у воробьев хорошо утеплено. Напоминает оно гнездо пеночки, так как сделано в виде шалашика с крышей и входом сбоку. Только находится не на земле, а в дополнительном укрытии. В южных регионах воробьи, особенно домовый, могут делать висячие гнезда наподобие тропических ткачиков. Долгое время воробьев относили к семейству ткачиковых и только в конце XX века выделили в отдельное семейство. Домовый воробей имеет более мощный и сильный клюв, приспособленный для разгрызания семян с твердой оболочкой. Полевой твердый семена разгрызают с большим трудом. Даже с семечками подсолнуха он долго возится. Оба вида, предпочитая твердые семена, глотать с лузгой. Воробьи относятся к зерноядным птицам. Однако птенцу выкармливают насекомыми. И в этот период сами поедают их в большом количестве. Пищеварение у воробьев мощнее большинства насекомоядных. Поэтому при недостатке мягких гусениц, бабочек, мух, они могут носить птенцам крупных жуков и даже мохнатых гусениц, которых поедают только и волги и кукушки. Домовые воробьи выбирают более крупных насекомых. Полевые более мелких. Совсем мелких насекомых оба вида едят только в том случае, если их очень много. В городах не всегда есть насекомые в достаточном количестве. Поэтому воробьи могут выкармливать птенцов остатками пищи человека. Иногда в результате этого часть выводка гибнет. Выжившие могут иметь нарушение обмена веществ. Но, тем не менее, популяция воробьев вполне способна поддерживаться на таком корме, в отличие от других птиц. Оба вида не адаптированы к питанию в густой высокой траве, но могут осматривать ее сверху и с воздуха собирать насекомых. Могут собирать насекомых на деревьях, но предпочитают кормиться на утоптанной земле и асфальтированных покрытиях. Для них полезно умеренное выкашивание травы один раз в год. Оно открывает новые пространства для питания. Домовые быстро пробегают по ровным и открытым поверхностям и выбирают самый крупный корм. Полевые при кормежке передвигаются медленнее и хватают все подряд. Они кормятся в более заросших травой местах. Если полевые и домовые проживают на одной территории смешанной колонии, при сборе пищи они друг другу не конкуренты, так как выбирают разную пищу и немножко в разных местах. Полевые воробьи, отыскивая семена, могут раскапывать рыхлую почву или снег до 10-15 см. Домовые не гребутся, но могут прогнать полевого и воспользоваться выкопанной ямкой. За сезон воробьи выращивают, как правило, два успешных выводка. В гладке чаще всего 4-5 яиц. После вылета из гнезда одну половину выводка докармливает отец, вторую мать. Спят оба вида там же, где и гнездятся. Когда птенцы становятся самостоятельными, они отправляются вместе со взрослыми кочевать достаточно далеко от места гнездования. Домовые качут в пределах города, полевые перемещаются часто за город, на поля. Могут встречаться и смешанные стайки, когда количество одного вида значительно меньше другого. Любят воробьи устраивать собрание на кустах. Кто-то перебирает перышки, кто-то дремлет, а кто-то поглядывает по сторонам и оживленно чирикает. Но стоит случайному прохожему обратить на куст внимание, как сразу обрывается птичий мирный говорок и все настораживаются. Стоит сделать еще одно неосторожное движение и вся стайка перелетает на другой куст. Зимой воробьи прилетают на кормушки, где часто устраивают драки. В последние годы численность воробьев значительно снизилась. Особенно это касается домового вида. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, Союз охраны птиц России объявил домового воробья птицы 2022 года. Союз охраны птиц России объявил домового воробьев значительно снизилась. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok